Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами готовим наш свекольник. Заключительный этап. Я добавила воду в наш свекольник, зелень для украшения, соль. То есть это как бы заключительный этап. То, что мы делаем обычно в конце нашего приготовления. Вот смотрим, что у нас получилось. То есть всё это продолжаем варить уже под крышкой на медленном огне. Значит, смотрим, что у нас получилось. Значит, всё, вода у нас закипела. Да, вода у нас закипела. То есть мы смотрим, что всё мы можем уже всё выключать. Вот наш перец, который мы положили, он уже тоже дошёл до мягкости. Как проверить, да? Как проверить? Он изменил свой цвет, да. Он изменил свой цвет, свою внешнюю текстуру. Да, он стал более мягким, чем в начале. Итак, вот у нас такой получился сегодня свекольник. Да, густой свекольник. Значит, мы сегодня здесь сладкий. Да, во-первых, сладкий за счёт того, что здесь у нас сегодня используется сладкий перец. Вот. Поэтому, да, сладкий перец, он придаёт блюду сладкий вкус. Вот. Значит, плюс морковь, которая придаёт нашему блюду цвет. Более красивый, да, более яркий, более красочный. Плюс репчатый лук, который придаёт нашему блюду остроту, пикантность. Плюс на тёртые на тёрке, да, картофель на тёртые на тёрке. То есть от этого блюда более густым становится, да, более таким насыщенным, да, на тёртые на тёрке. То есть он уже приобретает другой вкус. Вкус отличается, да, блюдо, чем если мы просто нарежем кубиками нашу картошку. Вот. То есть он становится таким, да, более густым. Более густым, значит, более питательным, да, более вкусным. То есть это уже не жидкий какой-то сутчик, да, а это уже такой полноценный обед, да, полноценный, да, такой густой, да, за счёт того, что картошка на тёртые на тёрке. То есть это получается уже, да, питательный, полноценный обед. И вкус, вкус, да, вкус у него уже отличается. Вот. Итак, да, мы выключаем наш огонь. Мы выключаем наш огонь, да, всё готово. Ждём 5 минут, 5-10 минут, да, даже, ну, максимум 30 минут. Всё это у нас настаивается. И после этого, да, мы раскладываем по блюдечкам, по пялочкам, по нашим, в которых мы обычно кушаем, да, нашу пищу. Ну, а на сегодня, да, я с вами прощаюсь. Всем желаю хорошего дня. Приятного аппетита, да. И удачный сезон, да, ещё продолжается. Хорошего урожая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!